собственно говоря всем снова привет с вами снова я дезертир и снова готов вам поведать небольшую веселую историю о том какие же перки в данный момент и билды я использую и так начнем как обычно и как в тот раз оружие собственно посмотреть оружие можно очень просто это масло кони это довольно удобный довольно мощный я бы даже сказал один из самых мощных в этом плане дробовиков у него 223 урона это много это убивает многих абсолютно многих поэтому вы решаете сами использовать его или нет но я лично его использую довольно шустро перезаряжается довольно быстрый сам по себе и выстреливает как правило дуплетом поэтому вам придется перезаряжаться довольно часто но не обязательно все зависит от того как долго вы будете нажимать на кнопку ладно на самом деле это не имеет значения дальше я беру либо локомотив либо если мне нужно отбиваться такие от щитов и прочих я беру все-таки судью судья чем хорош тем что у него есть в модификациях вот такая штучка взрывные боеприпасы ставите можно принципе на ли абсолютно любой дробовик но судья по своей скорострельности очень-очень-очень-очень хорош поэтому я предпочитаю брать его плюс у него уменьшенная скрытность и считайте в итоге мы приобретаем 6 риск обнаружения значит ближний бой здесь ничего не меняется и опять беру шокер в гранатах молотов и соответственно опять же броня костюмчик все такое что касается навыков вот тут нам немножко придется поработать пообщаться что важно для беглеца простите для беглеца важно очень просто все самое главное это выносливость благодаря выносливости мы можем быстрее бегать поэтому качаем ее в первую очередь во всех ветках так где только можем там ее качаем далее в моем билде я сделал билд под дробовики соответственно я ношу с собой только дробовики итак поехали в штурмовике мы первым делом естественно качаем транспортер полезный скил удобный все хорошо далее загнанный зверь когда вас огрушают трое или более врагов ваш урон увеличивается на 15 процентов это нам поможет наносить больше урон потому что очень часто очень часто бывает там когда на вас уходит два щита тазер или еще какая-нибудь скопа людей да то есть и всегда будет больше трех очень часто по крайней мере если не всегда то очень часто как только мы грубо говоря будем получать урон точнее нет стоп как только мы будем видеть толпу людей мы в нее конечно не кидаемся но они должны быть где-то рядом с вами у вас будет работать этот перк далее крепкий орешек если вы упали то сможете использовать основное оружие а также ваша броня восстанавливается на 15 процентов быстрее здесь это берется ради брони ну и также в принципе основное оружие тоже полезно использовать следующий скилл очень важен так как он идет в билде с дробовиками эту дробью повышает стабильность при стрельбе из дробовиков но берется ради вы наносите на 35 процентов больше урона при стрельбе из дробовиков то есть 225 увеличивается еще на 35 процентов ну и это еще не все дальше будет больше и так профессионал ближнего боя повышает скорость перезарядки дробовиков мы берем ради первого скилла потому что повышать скорость прицеливания из дробовиков нам абсолютно не нужно потому что из дробовиков как правило ты не прицеливаешь ты просто шмаляешь вперед что касается вот этого скилла устойчивость к оглушению вы можете в принципе как его брать так не брать заменить его например вот этим но мое мнение мое мнение что он все-таки нужен потому что сидеть долгое время под слепой я лично не горю желанием чем быстрее от нее избавлюсь тем быстрее смогу понять что произошло где противник и прочее подобное поэтому я лично его беру на 50 процентов снижения на максимальной прокачки следующий скилл специально специалист по амуниции позволяет устанавливать две сумки с патронами вместе одной с каждой сумки с патронами 200 на 200 процентов больше патронов в принципе вы можете его не брать в принципе вот я почему его беру потому что я немножко переделал свой билд и заместо маленьких аптечек я устанавливаю патроны вот такие дела но это как бы на каждого на свое каждому свое ладно далее берсерк чем меньше у вас здоровья тем больше урона вы наносите когда ваше здоровье ниже 25 процентов вы будете наносить до 250 процентов больше урона оружием ближнего боя и пилой далее когда ваше здоровье ниже 25 процентов будете наносить до 100 процентов дополнительного урона из огнестрельного оружия грубо говоря мы добиваем себя до 25 процентов здоровья и наносим на 100 процентов больше с дробовиков собственно урон я думаю что это прям таки очень круто что касается вооружен до зубов это очень важный скилл для беглеца потому что он позволяет нам не тратить патроны каким образом да очень просто повышает количество переносимых вами боеприпасов то есть увеличивая начальное количество и также враги оставляют на 7 на 175 процентов больше боеприпасов не на 100 процентов а на 175 то есть думаетесь почти 200 процентов то есть почти в два раза так что это довольно удобно далее после убийства врага с помощью дробовика или пилы вы будете наносить на 75 урона в течение 5 секунд смотрите каждый раз когда мы убиваем кого-то с помощью дробовика а я хожу только с дробовиками я буду наносить на 75 процентов урона больше в течение 5 секунд грубо говоря если я встречу толпу врагов кого-то убью то следующие будут получать урона уже намного больше чем получали до этого а учитывая то что у нас здесь скилл в 35 процентов то они будут получать на 110 процентов больше такие дела плюс у нас же еще не забывайте вот пожалуйста на двести десять процентов простите если у меня еще и меньше на здоровье а вот здесь стоит прокачать как вариант стальные нервы но это уже скорее потом когда вы разработаете ветку техника с помощью той веселой масочки про которой он говорил выше а вот тоже поможет вам не получать урон когда вы сидите и с чем-то взаимодействовать здесь мы главным образом в призраке качаем спринтер это очень важно опять же прибавляет нам скорости можем прокачать вордомушник на троечку можем прокачать допустим быстрые руки это уже по желанию мне в принципе хватает так то есть я на 25 быстрее упаковываю и не разбиваюсь с высоты снижена на 75 процентов теперь самое главное это беглец здесь вы открываете опять же по своему желанию ну я решил открыть именно все вот так билд на самом деле немножко здесь неправильный и раньше я делал немножко по-другому сейчас я как-то вот сделал все вот так вот ну не знаю по мне так лучше ладно оружие ближнего боя на 2 пункта незаметнее также нанесу также шум людей которые соответственно будут падать будет наносить меньше шума здесь стойкость увеличивается здесь в приседе шанс увернуться больше на 15 процентов это нам дает плюс то есть мы сидим и уворачиваемся здесь дает скорость здесь дает защиту от соответственно различных бандитов здесь мешок добавляет здесь добавляет возможность просканировать область на наличие врагов допустим если вы решили поставить в этом билде а вот скорая помощь что касается скорой помощи и следующего скил скилла соответственно колеса она дает нам довольно полезные вещи первое увеличивает скорость установки аптечек напарники использовавшие аптечку первой помощи получает на 20 процентов урона в течение 10 секунд то есть можно использовать в вариации медика в принципе тоже то есть есть медики с маленькими аптечками добавляет три аптечки первой помощи в инвентарь добавляет еще 7 аптечек первой помощи в инвентарь и того у нас в общей сложности 14 аптечек в инвентаре что дает нам небольшое преимущество в плане того что можем восстанавливать здоровье разово до своего падения то есть как только мы падаем она нам не восстановит падение она нам восстанавливает именно разовое здоровье. Запомните, это очень важно. Многие игроки, к сожалению, сейчас считают, что эти аптечки восстанавливают нам падение. Нет, они их не восстанавливают. Восстанавливают падение только большие аптечки у медика в манипуляторе, вот эти вот. Маленькие восстанавливают только-только здоровье. Далее, ниже пояса дает нам, как я уже говорил, криты и, соответственно, подлый дает нам уборот. Также про меткого стрелка я в прошлый раз вам рассказывал. Он нам дает возможность восстанавливать броню, что, собственно, тоже немаловажно. Главный скил у нас здесь это подлый дик. Он дает нам шансу вернуться от вражеского огня, увеличивается на 1% за каждые 3 пункта риска обнаружения. То есть, чем меньше у нас обнаружение минус от 35%, тем больше, соответственно, дает нам шанса ворота. Что касается моего выбора перков. Раньше я, опять-таки, бегал бы со шпионом, потому что он дает дополнительные 30% к вороту. Это очень важно для беглеца. Но сейчас я немножко перебазировался и не пользуюсь, например, маленькими аптечками, бегая чисто в нападающем, восстанавливая здоровье за счет эйфории. Потому что с помощью сокола, введенного вот этого линейки перков мы сможем восстанавливать здоровье по 5 единиц здоровья 8 раз за 4 секунды. Вот такие вот дела. Это довольно много, это довольно хорошо. Так что советую, советую, советую. В любом случае данное умение стакается. То есть, как только вы наносите какой-то дамаг, вы не обязаны убивать противника, вы должны просто в него попасть. А с дробовиков это проще некуда сделать. Особенно судьи, у которого разрывные патроны. Поэтому вы наносите дамаг кому-либо, после чего восстанавливаетесь. И соответственно, это дает вам возможность спокойно дальше ходить. Кстати, я забыл в прошлом видео упомянуть одну маленькую вещь. Данный перк работает только с костюмом двойка и, по-моему, легкими бронежилетами. Поэтому, поэтому, не ведитесь на то, что это будет работать совсем сразу. То есть, что вы вышли танком и у вас восстанавливается хп. Нет, такого не будет. Он работает только с легкими бронежилетами и только с костюмом двойка. Но так как я бегаю в костюме двойка, мне прям таки все зашибись, все отлично, все хорошо. Поэтому решать вам, но как я думаю, что в принципе такой билд намного лучше и удобней для всего. Вот такие вот дела. Ладно, всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Я думаю, мы с вами еще свидимся. Всем пока!